Перевод транспорта на газомоторное топливо – одна из ключевых задач правительства страны. Но для этого надо построить сеть заправок, чтобы избежать очередей. Республика работает в этом направлении уже несколько лет. Сегодня в эксплуатацию ввели еще три новых объекта. Теперь суточная пропускная способность газозаправочной сети повысится более чем на 600 автомобилей. Потребителями природного газа станут пассажирские и грузовые автотранспортные предприятия, таксопарки, а также дорожно-коммунальные службы. Все те, кто уже переоборудовал транспорт на газ. Мы получили в этом году в рамках субсидий порядка 140 миллионов рублей. 120 субсидий на три заправки, 40 по каждой. И было уже переустановлено порядка 118 транспортных средств, переоборудовали на использование этого вида транспорта. Мы, безусловно, будем работать над тем, чтобы увеличивать и поддержку тем, кто готов переходить на данный вид топлива. В программе предусмотрено субсидирование затрат на переоборудование транспортных средств на новый вид топлива. Три, два, один, пуст! Газонаполнительные компрессорные станции начали работать на федеральной трассе МСИМ в Козловском районе, на автодороге Вятка в Чебоксарском и на Вурнарском шоссе в Чебоксарах. Крупные логистические компании начали переходить на газодизельные машины. Особенно это важно в условиях пандемии, когда грузоперевозки с каждым годом возрастают, интенсивность движения на федеральных дорогах растет. В перспективе строительство новых станций. До 2023 года планируют ввод еще строительства трех станций в Чувашской республике. Чувашия показывает очень хорошую динамику по этому вопросу. Поэтому мы думаем, что вполне вероятно в рамках своих корректировок мы добавим еще объектов. Так что экологичность, экономичность станут неотъемлемой частью современных перевозок. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика.